Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости в студии Назгуль Талипова. Коротко о главном. Противодействие коррупции – первостепенная задача партии «Нуратан» на сегодняшний день. В Караганде проходит семинар-совещание, на котором обсуждаются методы партийного контроля. Жесткий контроль. Первый заместитель Акима области Аслубек Десибаев ознакомился с ходом работ по реконструкции транспортного коридора «Центр-Юг». Футбольные надежды. Карагандинская детская команда по футболу стала победителем 10-го детско-юношеского турнира. Соревнования прошли в городе Семей. Борьбу с коррупцией обсудили на республиканском семинар-совещании. Об организации партийного контроля в регионах и методах их совершенствования рассказали руководители региональных советов по противодействию коррупции. Совещание открыл Аким Карагандинской области Нурмахамбет Абдебеков. Все подробности в репортаже Ларис Хусаиновой. Страна без коррупции – процветающая страна. Под таким девизом реализуется партийный проект программы противодействия коррупции партии Нуратана 2015-2025 годы. В Караганде проходит семинар-совещание. На нем обсуждают насущные проблемы в области борьбы с коррупцией. В работе семинара приняли участие лекторы из школы партийного менеджмента. Они намерены обучить региональных коллег навыкам антикоррупционной работы. В целом считаем, что проведение этого семинара позволит нам, во-первых, поднять уровень, во-вторых, познакомить их с нашими новыми работами, обобщить какие-то результаты работы, тем более уже есть итоги первого полугодия. В этой связи мы также остановимся на проблематике, которая имеется в регионе. Подскажем, какие есть новые методы решения этих проблем. Кроме того, рассмотрим задачи, которые идут на второе полугодие. Выступая с приветственным словом, Акимобластин Рухамбет Абдебеков отметил, что противодействие коррупции является одной из важнейших задач на сегодняшний день. В этой связи особую значимость приобретает специальная программа партии Нуратан. Она направлена на воспитание нулевой терпимости коррупции в любой сфере казахстанского общества. С каждым годом работа по противодействию коррупции усиливается. Это работа не только государственных органов, но и общества. Каждый должен бороться с этим явлением. Только так мы сможем искоренить коррупцию. На семинаре также были обсуждены задачи, связанные с контролем над реализацией программы Нурлыжол и других социально значимых программ. По итогам семинара выработаны рекомендации для инспекторов партийного контроля. Имена они обеспечивают работу региональных общественных советов по противодействию коррупции. Лариса Хусынова, Лжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандзинский. В области продолжается ремонт дорог. Первый заместитель Акима Карагандинской области Аслбек Десибаев ознакомился с ходом работ по реконструкции транспортного коридора «Центр-Юг», который связывает Астану с Алматы. Проект по реконструкции транспортного коридора «Центр-Юг» осуществляется в рамках государственной программы «Нурлыжол». На территории Карагандинской области это 93 километра дороги на участке Анар-Тимиртау. С ходом проведения работы ознакомился первый заместитель Акима области Аслбек Десибаев. Подрядчик планирует завершить работы на участке автодороги Астана-Тимиртау в ноябре и полностью открыть движение для транспорта. Сейчас работы ведутся согласно графику. Несмотря на погодные условия, все работы ведутся в срок. Сейчас можно сказать, что работа выполнена на 74%. Реконструкция коридора «Центр-Юг» даст возможность развития автодорожной инфраструктуры Центрального Казахстана, сократить дальность перевозок и время нахождения в пути автотранспортных средств. Повысится безопасность движения, транспортно-логистический потенциал страны с современным и качественным придорожным сервисом. Асиль Сазанбаев, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Карагандинская область занимает третье место в республике по объему промышленного производства. У Стопа-Атрауская и Мангустауская областям об этом говорили на очередном брифинге, который прошел в региональном центре коммуникации. 3,1% от таков рост промышленного производства Карагандинской области в первом полугодии. Промышленными предприятиями произведено продукции на 867,5 миллиардов тенге. Это составило 10% в республиканском объеме промышленного производства. Такие данные озвучили специалисты областного департамента статистики. Основной объем промышленной продукции 79% в сроках обрабатывающей промышленности. По объему обрабатывающей промышленности наша область занимает первое место в республике. В республиканском объеме уделенный вес составил почти 20%. За период с начала года в области произведено продукции на 687,9 миллиардов тенге. Рост промышленного производства составил 6,9%. По обрабатывающей промышленности 75% от проблем производства приходится на металлургическую промышленность. Также на 3% увеличился валовый выпуск продукции сельского хозяйства. По сравнению с первым полугодием прошлого года на 1,5% увеличилось поголовье крупного рогатого скота. Поголовье лошадей вероста на 7% составит 312,6 тысячи голов. Поголовье птиц увеличилось на 4,3% составило 4,1 миллиона голов. Показатели социально-экономического развития региона – это не только итоги промышленного производства и сельского хозяйства. На брифинге также озвучили объем инвестиций в основной капитал, он, кстати, уменьшился на 22%, а также объем розничной торговли, индекс потребительских цен и многое другое. Что касается валового регионального продукта нашей области, то за 6 месяцев года он составил 747 миллиардов тенге, или 8% от ВВП республики. По объему ВРП Карагандинская область занимает четвертое место в Казахстане после города Алматы, Атыраусской области и города Астана. Андрей Тенул, Жасгабасов Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Ну а сейчас впереди реклама, не переключайтесь, и мы сразу вернемся к нашим актуальным новостям. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания «Галакси» рекомендует высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Форнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. В Карагандинской области на торги выставлено 16 государственных газет и один телеканал. Об этом сообщил руководитель областного управления государственных активов и закупок Мурат Кадеков. Комплексный план приватизации. До 2020 года включены 43 предприятия по Карагандинской области. Из числа государственных средств массовой информации – Жасказганский телеканал «Дидар» и 16 газет. В том числе газеты «Индустриальная Караганда» и «Ортал Казахстан». На торги также выставлены объекты ЖКХ – спортивные и культурные в городах Карагандинской области. Областная прокуратура поможет с трудоустройством жителю Караганды, который пытался прыгнуть с моста. Об этом сообщили в областной прокуратуре. С 33-летним мужчиной встретился прокурор области Аскар Секишев. В ходе беседы мужчина пояснил, что стал жертвой мошенников и попросил привлечь виновных к ответственности. Он написал заявление, начато досудебное расследование. Кроме того, в областной прокуратуре сообщили, что мужчине будет оказано содействие в трудоустройстве. Напомним, что 20 июля в 9 часов утра мужчина перелез через ограждение моста в центре Караганды. Прибывшим полицейским он заявил, что устал от финансовых проблем. Позже он отказался сводить счеты с жизнью и с помощью полицейских перелез назад через ограждение. В Карагандинском регионе увеличилось количество административных правонарушений. Только за первое полугодие зарегистрировано более 7 тысяч административных дел. О самых резонансных делах рассказали на пресс-конференции в межрайонном административном суде. Основная часть административных нарушений – это мелкое хулиганство. Брошенный мусор, нецензурная брань, курение в общественных местах – такие дела рассматриваются ежедневно в больших количествах. За эти проступки можно получить штраф в размере от 10 МРП или арест сроком на 10 суток. В этом году административный протокол был составлен за передачу телефона в изолятор временного содержания. Нарушитель пытался передать сотовый телефон своему другу в булке хлеба. С начала года за неисполнение предписаний нарушители выплатили более 1 миллиона тенге в виде штрафов. Одно из них – городское заведение общепита. Организация, занимающаяся этим, была привлечена управлением по защите прав потребителей за то, что они вынесли в отношении их предписания об устранении нарушений недостатков, которые были выявлены в ходе проведения проверки в этом юридическом лице. И был дан срок для устранения этих нарушений, месячный срок, допустим, в течение этого месяца. Те нарушения, которые были установлены в ходе проведения проверки, ну это именно нарушения санитарно-гигиенических правил и норм, они устранены не были, за что они были привлечены к административной ответственности. Хочу сказать, что штрафные санкции там очень большие. Судьи отмечают, что не уменьшается количество пьяных за рулем. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество таких дел практически не изменилось. Лариса Хусейнова, Ложас Габасов, Александр Сирикидзе, Первый Карагандинский. В Караганде прошла премьера краткометражного фильма начинающего режиссера Харши Гайгена «Умирютер». Сюжет фильма основан на социальных проблемах нашей страны. На съемки картины потребовалось немного времени. Большую помощь оказали творческие коллективы нашего города. Асель Сазамбаева продолжит тему. В основу фильма легла реальная жизнь обычной карагандинской семьи. Картина рассказывает о проблеме безответственного вождения автомобиля, управления в состоянии алкогольного опьянения, разговоры по мобильному телефону за рулем. Это далеко не все нарушения, которые карагандинские автолюбители совершают каждый день. В Казахстане в год около трех тысяч человек погибает в автодорожных катастрофах. И 26 тысяч человек остаются инвалидами. Из этого можно сделать вывод, что у всех автолюбителей должна быть ответственность. Автор и режиссер фильма «Каршига и Ген». В главных ролях – Мадияр Кошгарин и Райхан Абделькасова. Роль дочери сыграла Дельнас Орымбекова. А вот над дизайном фильма трудился Марат Культенов, видеоинженер телеканала «Первый Карагандинский». Стоит отметить, что это не первая картина «Каршига и Гена». Фильм «Бурултай» создан при поддержке телеканала «Первый Карагандинский». В завершении руководство области поздравило всех участников с премьерой. Все фильмы «Каршига Болтабаевича» имеют в философский смысл. Режиссер старается поднимать самые важные социальные проблемы Казахстана. По словам зрителей, у автора десятка подобных фильмов «Хорошее будущее». Ассель Сазамбаева, Исламбекоспан, Александр Терекидзе, «Первый Карагандинский». Десятый юбилейный сезон самого массового детского юношеского турнира по футболу завершился в семье. Юные футболисты караганды стали победителями турнира. Чемпиона встретила Адель Антаева. На родине казахстанского футбола в семье прошел республиканский турнир. Как сообщили организаторы, групповой этап футбольного турнира в младшей возрастной группе проходили на стадионах «Турист» и «Цементник», а финальная игра состоялась на стадионе «Спартак». В соревнованиях участвовали команды 14 областей и двух городов республиканского значения. Карагандинская область принимает ежегодное участие в этом турнире. В мае этого года у нас прошел областной турнир. Победителем областного турнира по футболу стала команда из Бухаржауского района. И наших победителей мы отправили на республику, которые прошли в городе семей. Это младшая возрастная группа, это дети, которые были рождены в 2005-2006 годах. Карагандинские футболисты уверенно шли к долгожданной победе. Они показали на поле прекрасную подготовку, виртуозное владение мячом и четко выверенную тактику обороны. Команда приложила максимум физических и психологических усилий, чтобы стать первой, считает тренер. Всегда, конечно, приятно побеждать, тем более мы стали чемпионами в республиканском турнире. Ребята окунулись в этот праздник футбола, все здорово было. И ощущения, конечно, очень хорошие, чемпионами стали. Ежегодно в этом соревновании принимает участие более 400 тысяч детей со всего Казахстана. Основной задачей турнира является поддержка активного образа жизни. В церемонии награждения принимал участие прославленный футболист, автор самого первого гола сборной Казахстана Андрей Карпович. Дважды состязание было отмечено Европейским союзом футбольных ассоциаций, который наградил организаторов специальными дипломами. Впереди у карагандинских мальчишек новые чемпионаты и новые победы. Адель Антаева, Исламбеку Спан, Александр Царькидзе, Первый Карагандинский. Адель Антева, Исламбеку Спан, Александр Царькидзе, Первый Карагандинский. Адель Антева, Исламбеку Спан, Александр Царькидзе, Первый Карагандинский. Продолжение следует...